Игорь, спасибо, что вы приехали в наш город. Спасибо. И нас интересует такой вопрос. Вы по этой конференции увидели, что огромная тяга людей разного образования, разных наклонностей к профессиональному изучению цифровых технологий, социальных сетей, применению своей производственной деятельности, жизни и так далее. И вот у меня такой вопрос. Вот насколько социальные сети для вас лично, для вашей работы, для вашей профессионализации, социального роста, для создания коллектива, для каких-либо личных отношений играют роль? И насколько ваша издательская деятельность, насколько люди просят, чтобы такие книги выходили и так далее? Потому что несколько лет назад мы через Озон большим трудом заказывали книгу «Эра Фейсбок». Которую в Ленинграде было, в Петербурге не купить, и мы с Москвы ее ждали, потом ЭДЭР зачитали и так далее. Вот такой большой длинный вопрос. У нас ответ идет в режиме фрестайл, принято в нашем канале. Поэтому на некоторые вопросы можете не отвечать, некоторые вопросы можете сами придумывать, что для вас важнее именно право. Ну, начнем с того, что все социальные сети можно поделиться для личного использования и для корпоративного использования. С точки зрения корпоративного использования, я бы сказал, что, конечно, это огромное благо. Когда ты выпускаешь книгу тиражом 3 тысячи экземпляров, а в Фейсбоке у тебя 16 тысяч друзей, происходит очень простая вещь. Ты пишешь про книгу, что она замечательная, из 16 тысяч человек в 3 тысячи человек нажимает «Покупить», все, идиент. Вот и все, как говорится, продажи. То есть один и единственный канал, Фейсбок, плюс корпоративный блог, плюс Твиттер, и продажи сделаны. Поэтому я понимаю очень многие компании, которые пишут так же, как и мы, в основном продаем сейчас социальные сети, и они бегут со страшной силой для того, чтобы продавать. Вторая модпаста социальной сети – это личное использование. Здесь хочу сказать, что мне не нравится Фейсбок. Даже вот если просто посмотреть на Твиттер, мне не нравится здесь. Мне кажется, что они убивают живое вещение. То есть, если раньше я на день рождения получал огромное количество поздравлений по телефону, мы лично пытались что-то там сказать и передать, все, народ просто пишет Фейсбок. Я так скажу, что я получил, но это очень легко посчитать на день рождения, на свой последний, свыше 500 поздравлений в Фейсбоке. Мне, конечно, это приятно, но это даже просто ответить на не каждому. Ну, зато для многих людей это действительно канал, способный достучаться для меня, если я не знаю, на углу электронного адреса. Поэтому социальные сети – это большая убийца, большой убийца, большая убийца времени. Большой убийца времени для меня. Поэтому отношения к социальным сетям у меня не назначены. С точки зрения бизнеса, да, несомненно, большого блага. С точки зрения личного страшно нравится время. Поэтому плюс на минус – нейтральное отношение к ним. Вот скажите, вы как издатель, да, вы же, наверное, формируете какое-то направление по этой тематике. Ведь, скажем, западные люди, они более продвинутые. Некоторые вещи, которые они сейчас делают, до нас зайдут именно через 2-3 года. И вот вы, когда получаете огромную массу вот этих книг по Фейсбуку, по Твиттеру и так далее, они же впереди нас. И вот как выбираете, какие-то эксперты у вас, как выбираете книгу, в которой она завтра. Вот я, например, когда я учился в Германии, в 93-м, в Академии, да, и, потому что это было переквалификация, мы все слушали название, все бизнесы работали. Я журналист, в полгазеты пришел. И лектор мне говорил о чем-то. Я слушал и думал, где я, наконец, ребенок, когда он… Ну, мне это вообще не надо было. Потом вдруг через 5 лет ситуация менялась. Я что-то показал, вдруг у меня откуда-то из-под корпуса выходило то, что мне 5 лет назад говорили. И я думал, а для чего мне это было? У вас хорошая глава, а для всего хранения. Просто откладывалась где-то и вот потом неожиданно проявлялась. Вот как вот вы видите, что вот эта вещь, которая уже, скажем, в Лондоне работает, будет ли она сработать через 2 года? Или может вам надо другую книжку опубликовать? Мы всегда ориентировались все-таки на интересы, на вопросы российские читатели. И когда мы готовы фронтировать, то в большей степени он будет ориентироваться на основное правило марки. И есть потребность, мы ее удовлетворяем. То есть мы не создаем спрос, а мы создаем потребность, мы просто реально решаем проблему. У человека нет знания по такой теме. Во-первых, мы напечатали книжку про блоги Антона Попова, что у нас книжка. Во-первых, мы напечатали про право ведения корпоративных блогов. Во-первых, мы выпустили книжку про маркетинг в Фейсбуке. То есть очевидно, что очень многие вещи, ну, мы интуитивно понимали, потому что мы сами первые открыватели в социальных сетях. Мы были первыми издателем Белого литературы, которая открыла свой поправительный блог. Мы первые пошли в Фейсбук. И, по-моему, сейчас мы сам пошли, конечно, для всех в Фейсбуке. Поэтому, когда ты считаешь, что это книжка полезна для себя, очень легко принять решение. Я думаю, что она полезна для других. Либо ты слышишь голоса людей в том же самом Фейсбуке, хотим такого книга, хотим такую книгу, хотим такую книгу. У нас даже есть такая рубрика на сайте, есть вам, и в книжках она есть. Если вам понравилась какая-то книга, которую мы прочитаем на английском, на английском, на итальянском языке, рекомендуйте ее нам. Мы ее прочитаем, если она адекватная, если она вам понравится, мы обязательно ее издадим и расскажем вам спасибо. Подарим это количество экземпляров вам за то, что вы ее порекомендовали. Я по вашей фразе понял, что вы многие вещи через себя пропускаете. Вот эту идею как-то зацепило вас это. Вы думаете, что и другим будет интересно? Большинство книг, большинство книг, особенно первые три года, даже в том, что все понимают букскаут через себя. Сейчас у нас очень большой поток, но у нас есть человек, которого мы называем букскаут, человек, который занимается просто книг, у них есть некая матрица, в которой мы выбираем книги. Полезность, массовость, актуальность, известность автора, востребованность тела, мы просто быстро так подсеиваем книжки. Наши и наши. Потом это были тонкие фильмы, смотрят на книгу другие сотрудники издательства. Да, бывает даже так, что мы книгу готовим к печати, потом показываем ее некоторым нашим фанатам, которые читают электронные книги и дают мне отзывы. Да, бывает, что они читают, и говорят, что это не ваш книг. И было три случая, когда мы уже книгу, приведя, подготовив печатер, снимали ее, заплатив аванс, за это у него не всякие кризиски подготовки, подпечатали книги, книгами не печатали. То есть наши читатели тоже очень важны для нас. А уже появились на нашем рынке книжном авторы на этой тематике, русские авторы, которые интересные читатели? Конечно, но, к сожалению, тут же самое Антон Попов, там все очень хорошие книги, про блоги, к этому сих пор можно читать и про любые производства действий, что касается компактинговых блогов. Есть куча книг российских авторов, которые пишут в особенностях, в маркетингах, в том, как и в самих разных праздниках. У нас вышла очень неплохая книжка «Как получить 10 тысяч людей в фейсбуке». Но есть очень хорошие книги российских авторов, есть. А когда есть настаёт момент, что книжка того же Попова будет интересным близким читателям? Все-таки надо признаться, что... Отстаём маркетинг? Да. Гораздо и на мишле обсумывается. Мы доверяем. Спасибо большое за интервью, спасибо за влезь. Блог в помощь. Спасибо.